Здравствуйте! В эфире программа Агрокурьер. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Полевое дефиле крупнейший отечественный производитель сельхозтехники провел в Кеневском районе демо-показ своей продукции. Почему на свою технику любо и недорого смотреть? Наш материал. Колбасный камбэк. Шанталинские кооператоры освоили новый и хорошо забытый старый вид производства. Зачем понадобилось возрождать мясокомбинат? Расскажем в нашем сюжете. Пришел к собственной переработке. Фермер из Исаклинского района открыл цех по розливу кипенного продукта. Мощь и изящество современных технологий на одном гектаре. На базе крупного хозяйства Кеневского района состоялся парад смотр лучших образцов сельхозтехники. Впрочем, красочное шоу стало лишь оформлением к серьезному диалогу. Сотни аграриев смогли убедиться, делать ставку на отечественное сельхозмашиностроение взаимовыгодно для всех сторон. Намытые до блеска, как будто только что с конвейера, хотя некоторые агрегаты приехали на выставку сразу с посевной. В стройном ряду как полюбившиеся и доказавшие себя в деле образцы, так и новинки. Из 120 типов машин различных модификаций, которые производит завод, здесь представлены самые брендовые. Почвообрабатывающая техника, зерно- и кормоуборочные комбайны. Зерноуборочная техника присутствует, надежная. Мы еще стараемся запчасти брать заводские, чтобы оригинальные. Работают уже 5 лет, первые, которые мы начали обновлять. Больших нареканий не было. Техника удобная, качественная, с комфортом. У самарских аграриев с крупнейшим отечественным производителем сельхозтехники давние связи. Более 70% всех работающих сейчас комбайнов – его детища. Линейка постоянно обновляется, и сельхозпроизводители не отстают. Агрегаты отвечают мировым стандартам и востребованные растеневодами области. За 4 года масштабной модернизации регионального сельхозпарка было приобретено почти 450 агрегатов именно этого завода. Итоги первых месяцев нынешнего сезона тоже впечатляют. Из 35 купленных зерноуборочных комбайнов – половина Россельмаша. Делать ставку на своего производителя подстегивает и сложившаяся экономическая ситуация. На эту технику Люба и недорого смотреть, поэтому и заявки на приобретение расписаны на год вперед. Наша техника действительно по сравнению с импортной более доступна, это раз. И второе условие – это беспрецедентная поддержка правительством Российской Федерации сельхозтоваропроизводителей. Так называемая программа 1432, по которой сельхозтоваропроизводитель может приобрести технику, произведенную в Российской Федерации, с 25% скидкой, вот в Самарской области конкретно. Соответственно, техника становится доступнее и крестьяне могут обновляться. То есть для нас это, безусловно, означает рост объемов производства, набор новых сотрудников и больше выпуск продукции. Мы можем расширяться за счет новых моделей и расширения нашей линейки. То есть здесь мы представляем и тракторы, и почвообработку. И вторая точка роста для увеличения производства комбайнов в штуках – это выход на зарубежные рынки. Что мы, в принципе, успешно делаем. Каждый год мы открываем для себя одну-две новые страны. Работу агрегатов демонстрируют прямо в поле. Барнование, культивация, посев – результаты оценивают здесь же и делятся впечатлениями. У себя на полях, признаются сельчане, такие же комплексы работают ничуть не хуже. И для дальнейшего увеличения доли присутствия отечественной сельхозтехники в хозяйство губернии есть все основания. Несмотря на оптимизацию бюджета, господдержка модернизации технопарка сохраняется. Если приобретается зерноуборочный комбайн, это субсидия в размере 20% от стоимости. Если кормоуборочный – 30%, а также 80% от первоплатежа по лизингу. Коэффициент обновлений у нас достигает погоду до 2,5% в зависимости от коэффициента убытия старой техники. Поэтому, безусловно, нам техника нужна, тем более такая высокопроизводительная, которая полностью покрыта сервисными центрами, ремонтопригодная и отвечающая всем современным требованиям и по качеству уборки, и по потерям при уборке сельскохозяйственной продукции. Позиция Минсельхоза на сегодня остается неизменными. Все программы субсидирования, те, которые я называл, они остаются на прежнем уровне. За 2015 год мы выплатили более 320 миллионов рублей на субсидирование техники. И в этом году, уже с начала года, без малого 100 миллионов уже направлены на субсидирование приобретенной техники сельхозтоваропроизводителями нашей области. Мы в дальнейшем будем работать над тем, чтобы по этой статье привлечь дополнительные средства бюджета для того, чтобы полностью обеспечить нужды наших сельхозтоваропроизводителей. В таком формате знакомства с техникой приняли участие более 400 сельхозпроизводителей, которые не только увидели результаты полевых стараний, но и задали специалистам завода насущные вопросы относительно покупки и сервисного обслуживания агрегатов. На вопрос, сколько мяса в их колбасе, они могут серьезно обидеться и молча продолжить работать с засученными рукавами. Вот уж неоспоримый факт. Их хлебом не корми, подавай только мясо. Желание у шанталинских кооператоров производить колбасные изделия было всегда. Другое дело, не было возможностей. Цех, которому без малого три десятка лет, изрядно обветшал. Водопроводы и системы отопления пришли в негодность, прохудилась крыша. Однако в начале этого года муниципальные власти решили реанимировать отрасль и нашли для райпо инвестора. Ну и мы всем, скажем, миром справились с этой задачей. И на 8 марта выпустили первую продукцию. 10 номинований колбасных изделий и копченостей. Сейчас работаем над оболочкой. Продукция вся сертифицирована. Всю продукцию отпускаем в нашем районе. Пока по своим магазинам. С поставщиками сырья сложности не возникло. Наоборот, весть об открытии производства разнеслась по глубинке быстро. Владельцы личных подворий даже в очередь выстроились со своим натуральным продуктом. В домашних условиях это не сделаешь, вот такое копчение, как здесь вот примерно. Мясо излишки везут тоже на колбасу, сюда делают колбасу. Очень вкусно, мне нравится. Детям тоже нравится. Еще без вашего ресторана? Мясо у нас свое, нигде не покупаем, мы сами выращиваем. Технологическая линия колбасного цеха полностью укомплектована. Места для обвалки и жиловки, мясорубка, фаршемец, кутер, две коптильни. И главное, за рабочие места встали квалифицированные специалисты. Валентину Иванову коллеги в шутку зовут колбасной докой. Как выбрала профессию, так и остается ей верна по сей день. Долгая история. Я вообще с Куйбышевского мясокомбината, с 84-85 года я оттуда. Закончил ПТО мясокомбинатский, получил диплом. И там работал. Потом замуж вышла, сюда переехали. И с 94-го года, наверное, я здесь работаю. Но тут перерывы были, когда закрывалось, там ИП, ЧП, все. Мы все это проходили. Ну, рады, конечно, что колбасная открылась на своей профессии. Довальческое сырье проходит в цехе жесткий пропускной режим. И на всех этапах соблюдаются ГОСТовские требования. За три месяца райповский колбасный цех произвел 3,5 тонны различных колбасных изделий и деликатесов. У населения они пользуются спросом. Это колбаса полукопченая, это клевец, вареная колбаса. А то, что новое, ну, да, есть какие-то... У нас был технолог, который нас обучал, который нам привозил свои какие-то технологические инструкции. И, в общем-то, по этим техническим условиям мы работаем. Самое главное, мне кажется, на сегодняшний день, это то, что у нас хорошее качественное сырье, местное сырье. Вот, мне кажется, это главный козырь в наших колбасных изделиях. Производить, перерабатывать и кормить своих же сельчан. Это важная отрасль АПК в Шанталинском районе только набирает обороты. Сохраненный и приумножаемый опыт работы с населением, начиная от закупок сырья, услуг общепита и завершая доставкой нужных продуктов даже в самые удаленные уголки. В наши дни эта цепочка особо актуальна. От реализации собственной продукции потреб кооперации, это выполнение показателей, за счет которых бюджет района и поселения получат стимулирующие. За счет получения стимулирующих, выполняя показатели, мы получим объем стимулирующих, который позволит решать вопросы местного значения, которых очень много. Потреб кооперации будет участвовать и уже готовы документы в двух грантах. Значит, через фонд предпринимательства области, это государственные инвентарные предприятия, на модернизацию производства, это опять же на создание дополнительных рабочих мест потреб кооперации и увеличение продукции собственного производства. И поставлена задача, чтобы полностью потреб кооперации вырабатывала собственную продукцию и обеспечила население района. Наполеоновских планов Райпо не строит и видит свою перспективу в одном – сохранить высокое качество продукции и по возможности расширить ее ассортимент. Жукоед. Новое в борьбе с жуком на картошке. Три активных вещества. Мгновенный эффект. Жукоед. Тройной удар по жуку. Гарантия качества фирмы «Август». Перерабатывать свое молоко хлопотно и затратно, да и необходимости нет отнимать хлеб у специализированных комбинатов. Такой стереотипный подход еще лет 10 назад можно было встретить практически у каждого фермера. Сегодня же мышление у мелких и средних хозяйственников изменилось кардинально. За примером далеко ходить не надо. Глава хозяйства из Исаклинского района Олег Дмитриевич Итманкин предложили бы фермеру усложнить, а вернее закольцевать животноамодческую отрасль в середине нулевых, рассмеялся бы и отмахнулся. Тогда такое и во сне не снилось. Начинал ведь всего с шести коров. Только взялся за дело рачительный фермер из села Новая Ганькина крепко. И постепенно привел в порядок заброшенную колхозную базу, научился грамотно заготавливать корма. Без подвижников такой существенный скачок априори не произошел бы. А они у Итманкина есть. Свои же сельчане, которые с радостью пришли работать на ферму. Со временем и буренки в хозяйстве выросли числом и статусом. Стадо закупили племенных матрон и внедрили искусственное осеменение. Привязанное содержание поставили, поилки поставили кором. Коровы стали чистыми. Ну, крыша деревянная, она самая частичная. Каждый год частично мы капитальный ремонт участками делаем. Корма лучше намного стали. От этого и коровы больше молока дают, нас не валеют. Со сбытом молока у Итманкина проблем не было. Его охотно брали для производства сыра. Казалось, все устраивает. Однако в отлаженный бизнес вмешался сын Олега Дмитриевича, Илья. Студент экономического университета решил внести свежую струю и повысить рентабельность отцовской фермы. Цех по розливу молока. Этот проект Илья сперва разработал и защитил, как участник федеральной программы «Ты предприниматель», а позже и на деле. С начала года мини-цех стал выпускать фирменный кипенный продукт. Мы уже переработали около 50 тонн молока. Оборот у нас уже составил около 2 миллионов рублей за это время. Это 4 месяца прошло. Планируем расширяться, охватывать больше рынков и перерабатывать больше молока. Есть перспективы. Спрос на молоко очень хороший. Сейчас пока производим молоко в основном и ацидофилин. Ацидофилин – это кисломолочный продукт, аналог кефира, но он намного приятнее и полезнее его. В Самарском регионе никто этим не занимается практически. И это, грубо говоря, инновационный продукт. Хорошо забытый старт на самом деле. В советское время он тоже был в широком распространении, только про него все забыли. Сейчас много тоже фермеров, кто начал заниматься производством молока. И какой я им тоже могу дать совет, пусть они тоже открывают свою переработку, делают качественный продукт и занимают там свой рынок. Рынок они по-любому найдут, потому что фермерское молоко, оно всегда котируется, оно всегда спросит. Первые партии разливной продукции решили реализовать у себя в селе. И результат превзошел ожидания. Молочка от местного производителя разошлась на ура. Хорошего качества. Вся наша семья полюбила это молоко. Мы постоянно берем и в свежем виде пьем, и кисломолоко делаем. Продукция очень хорошая, нам нравится. И вкус молока, действительно, я сюда приезжала к бабушке в деревню, и настоящее коровье молоко. Пришлось по нраву натуральное молоко во многих других селах района и даже за его пределами. Удержать вот это хорошее качество. Ну и даже если устаешь за целый день, все равно приятно, что люди тебя ценят, твое качество работы. Тем самым молоко уходит, хорошо уходит, люди благодарны. Признание качества для семейного дела Ютманкиных стало лишь дополнительным стимулом. Они намерены развивать ферму и увеличивать производство полезного и нужного продукта.